Итак, в Донецке сейчас идет бой за международный аэропорт. Слышны интенсивная перестрелка, звучат взрывы. В небе два истребителя и несколько вертолетов. Аэропорт не принимает рейсы, весь персонал эвакуирован. Покидают свои дома и жители ближайших районов. На прямой связи из Донецка сейчас наш корреспондент Александр Чернецов. Александр, еще раз здравствуйте. Что сейчас происходит в окрестностях аэропорта? И есть ли какие-то данные о пострадавших? Здравствуйте, Ольга. Донецкий аэропорт находится под контролем бойцов народного ополчения. Эту информацию подтвердили в штабе правооглашенной республики. Полтора часа назад в небе над Донецком появилось действительно два истребителя, три вертолета украинских силовиков. Штурмовая авиация пыталась уничтожить так называемые тепловые вышки. Это оборудование безопасности аэродрома. Но сделать это, сообщается в штабе, не удалось. Информации о пострадавших пока нет. Известно, что люди, находящиеся в ближайших поселках, пребывали в фоническом состоянии, прятались по подвалам, пытались как-то скрыться от авиации. Что касается центра Донецка, то здесь, судя по всему, это вызвало больше развлекательную такую, как бы, визуальную часть, поскольку люди просто повыходили из домов и с самым наблюдали происходящее в небе. Сейчас стрельба не слышна, операция, похоже, окончена. И, как я сказал, Донецкий аэропорт находится под полным контролем народных ополченцев. Ольга. Да, спасибо, Александр. На прямой связи из Донецка был наш корреспондент Александр Чернецов. Продолжение следует...